Любимая, открывай. Украинский или русский? Украинский борщ. Часто говорят такое, а не страшно ли там? Это такая страна там дикая. То надо делать. Смотреть канал Виктории, чтобы знать обо всем. Друзья, всем привет. Всем привет из Африки. С вами снова Виктория и вы на канале о жизни в Египте в Хургаде. Я в данный момент нахожусь в районе Мубарак 2. Это район Хургады. И я иду к своей подруге в гости. Подругу зовут Hello, Hello. Хорошо. Со мной здорово тут. Подругу зовут Анна, которая мадам Безе. Сейчас вы увидите. Она в таком интересном тут райончике живет. Вы не представляете. Это район Хургады. Такой он небольшой, насыщенный. Видите, с одной стороны дома, а с другой стороны песок. Пустыня начинается. Свалка какая-то. Короче. И тут недалеко живет моя Аня. Любимая, открывай. Аня, открывай. О, моя красавица. Кто еще не знает, это Анна, мадам Безе. У нее кличка. Она всем известный турагент. Отправит вас куда хотите. Ну, а мы к этому еще вернемся. Сейчас вот мы пришли к ней на чай. Аня, да? Привет. Чай есть у тебя? Ну, найдем. Все. Сейчас. Подожди, Вика, я еще не собирала, не готовилась. Как это ты не готовилась? Ну, не красилась еще. Сейчас Аня. Аня и так красивая без всякого макияжа. Проходи. Хватит. Она солнечный человек, необычайно. У меня для тебя кое-что есть. Вау! Я сварила борщ. Настоящий украинский борщ. Украинский или русский? Украинский борщ. Из египетских продуктов. Вот с мясом, говядинка. Потрясающе, потрясающе. Хочу тебя угостить. Чеснок. Сейчас наемся среди белого дня. 12 часов дня, сейчас наемся чеснока. Ой, Анечка, спасибо большое. Ну, друзья, борщик покушали. Теперь чашечку кофе. Короче, мы сегодня будем разговаривать с Анной на тему о самостоятельной жизни в Египте. Аня сейчас вам все расскажет, как можно здесь жить, как по поводу жилья, где его брать и как тут можно вообще обостроить свой быт. Вот. А я пока попью кофе с печеньем после борщика. Очень много меня спрашивают, действительно спрашивают, как можно самостоятельно поехать и жить в Египте. Часто говорят такое, а не страшно ли там? Это такая страна там дикая, там ничего нет. Нет, не страшно. В Египте как раз очень безопасно, особенно для туристов, для иностранцев. Тут хорошо работает и полиция, и туристическая полиция, и вы можете совершенно безопасно везде ходить, ездить. Никто вас не тронет, никто не украдет. Ну, вот такое вот бытует мнение, что там женщин не опасно даже самой. Нет, с женщиной можно самой ходить, и ничего с ней не случится. Еще хочу вам рассказать о том, что тут есть все для комфортной жизни. Ну, каких-то мелочей, конечно, не хватает. Вот. Но продукты, продукты есть тут всякие. Есть большие магазины, супермаркеты с фиксированными ценами. Есть маленькие магазинчики, в которых тоже можно все купить. Есть маленькие магазинчики вообще на каждом шагу, где бы вы не арендовали апартаменты себе, там, квартиру, студию. Везде есть, везде можно все купить. Немножко расскажу о рыбном рынке. Там все свежее. Завозят улов свежий, рыбаки выходят в море, а потом вот этот весь улов привозится на рынок. И там всевозможная рыба, морепродукты. Вы можете прийти, для себя выбрать, что вам нравится, и вам там это могут приготовить. Вы попросите, чтобы вам приготовили или на гриле, или во фритюре. В общем, как вы захотите. Если вы приехали на отдых и не хотите ходить по магазинам, по базарам, не хотите готовить, то есть очень простой выход. Тут на каждом шагу еда. Начиная от уличной фастфудовской еды, которая вообще недорогая, и можно поесть там на 15-20 фунтов хорошо наесться. Это хорошие рестораны, в которых вам приготовят разнообразные блюда с красивой подачей. Да, это будет уже немножко подороже, но все равно цены намного дешевле, чем, скажем, в Украине и в России. И это очень важно. Тут можно не готовить, а ходить и кушать в разных заведениях. Вика будет продолжать показывать вам магазины, и большие, и маленькие, и рынки. И еще она вам покажет, сколько она тратит в месяц денег. Чтобы вы понимали, на какой приблизительно уровень вам надо рассчитывать, потому что тоже частый вопрос, а сколько нам надо денег с собой взять, чтобы тут хорошо жить. Если вы хотите купить жилье в Хургаде, то тоже обращайтесь к Вике. Она сможет вам подсказать и подобрать разные варианты. Она работает с надежными застройщиками напрямую. И у вас будет возможность купить хорошее для себя жилье, такое, какое вы хотите. Когда вы приедете в Хургаду, вы должны знать, что тут можно доехать куда угодно разными видами транспорта. Можно ездить на такси, такие машины оранжево-синие, но с таксистами надо очень сильно торговаться и сразу называть свою цену. Можно вызвать Uber, тут прекрасно работает Uber, хорошие машины, цену сразу будет вам видно, сколько стоит поездка ваша. Можно доехать на маленьких местных бусиках, там вообще 2-3 фунта можно доехать в любой конец города. Ну и еще можно арендовать машину и самостоятельно везде ездить. Можно арендовать яхту, можно даже целую яхту арендовать для своей компании. Можно поплыть на яхте все вместе на групповую экскурсию. Можно заняться дайвингом. Дайвинг в Красном море это просто супер захватывающее зрелище. И тут же можно пройти школу дайверов и получить сертификат. Ну а если вы много раз были в Египте и думаете, что вы тут все знаете и все видели, то тогда вам ко мне. Я организовываю нестандартные экскурсии в места, куда массово туристов не возят. Это очень-очень круто. Вся информация будет в комментариях под видео. Ну а пока подписывайтесь на канал Виктории, ставьте лайки. Тут очень много всякой полезной информации. Прям вот искренне советую. Я точно так же нашла в ютубе ее канал. Стала смотреть, подписалась. И вот что, я приехала в Египет уже второй раз самостоятельно. Вика, я вообще не поняла, что у нас за серьезность одна такая? Вообще на нас с тобой не похожа. Мы же с тобой веселые, все время улыбаемся. Поэтому наша любимая рубрика. О чем мы будем говорить? О мужчинах, мужиках. Всем интересно. Ну, вы смотрите канал Виктории, наверняка видели. Она часто рассказывает о египетских мужчинах. Что они такие активные, темпераментные. Они готовы знакомиться на каждом шагу и на каждом углу. Поэтому, девушки, если вам хочется слышать комплименты, если вам хочется внимания, то Египет ваша страна. Но не забывайте о том, что это лапша на уши. И быстренько ее снимайте. Но комплиментов можно наслушаться сколько угодно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!